Ом Ти Ви Юэй про Головне. Вот уничтожены подонки, отдающие приказы от Верховного Бандера, командующего главного нациста, подонка, мерзавца, гниды по фамилии Зеленский. Шлёп, шлёп, шлёп. Всё, пошли. Как кто-то мудрый когда-то сказал, ожидание казни, оно страшнее самой казни. Так что мы подождём, пока кролик побегает по Европе и вернётся в свою киевскую норку. Для Зеленского специально держу трофей. Так проблема в чём? Не хотят исполнять. Должны быть уничтожены. Зеленский, Буданов, Подоляк. Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Слово не воробей, оно уже вылетело и Запад должен за эти слова отвечать. Саме наша держава завжди пропонувала России домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних и справедливых умовах. Очевидно, что с этим российским президентом это неможливо. Он не знает, что такое гідность и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России. Зеленский настолько неадекватен, что он думает, что вот после таких заявлений можно всерьёз о чём-то с ним переговаривать. И главное, договориться о чём-то. Когда мы понимаем, что он далеко не все решения принимает, он действительно наивен. Да, мы открыты к переговорам. Да, мы согласны обсуждать возможные договорённости. Но опять-таки не на тех условиях, как вот часто звучат и у нас в студии, там из уст некоторых украинских деятелей. Насчёт того, что вот всё, перестаём стрелять и дальше начинаем переговоры. Мы знаем прекрасно, чем это закончится. Мы знаем, что в это время Украину будут дальше накачивать, накачивать оружием. Если прекратятся эти поставки, тогда действительно можно о чём-то говорить. Но они не прекратятся. Мы это тоже должны понимать. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Результат окружения, потери. Если даже президент не дал бы приказ максимально сохранить население и города, то давно бы мы очистили бы Украину. Мы, я имею в виду, это вооружённые силы ДОНы. Победим Украину. Осталась неделька. Всё. Ну вот я сказал, будоражит ума, умы и сердца. Это немножко такая пафосная формулировка. Но тем не менее, о возможности большой войны России с НАТО сейчас очень многие говорят. И сегодня, в частности, президент Латвии, Эдгар Инкевич, выступил с заявлением в Фейсбуке, в котором сказал, что пугать не будем, но и легкомысленно к этому относиться тоже не следует. Как вы считаете, насколько реален сценарий, при котором Россия начинает большую войну с Североатлантическим альянсом? Ну, примерно на 100% при условии, что Путин доживёт до этой войны. То есть, если не удастся либо физически, либо политически похоронить Путина раньше, то обязательно эта война начнётся, сомнений никаких нет. Потому что, во-первых, Путин и его власть, но все остальное, его окружение, они неоднократно декларировали свои цели. Это восстановление Советского Союза, завоевание территории. Сегодня Медведев, второй человек в российской иерархии, прямо заявил, например, что Украина не может существовать. Он прямо сегодня это сказал, да, про Украину. Потому что, говорит, это исторические русские земли. Поэтому у украинцев есть выбор либо умереть, вот прямо он сказал, да, либо жить в составе большой страны, которую они сегодня не любят, то бишь России. То же самое, естественно, относится, опять-таки, по словам того же Медведева. Он не раз говорил, что Балтия – это русские земли. Он это говорил. Его потом цитировал Байден. А Медведев – это не клоун, как некоторые думают. А ещё раз скажу, человек номер два в России сегодня. Вот он замсекретаря, зампредседателя Совета Безопасности, зампредседателя Комиссии по вооружениям. Но ничего более важного, после Путина он сразу второй. Путин сам, в общем, практически те же слова. Вчера он сказал, что у нас есть завоевания последних полутора лет, мы их никогда не отдадим. То есть по правилам жизни путинского режима нет никаких международных законов, договоров, их просто не существует. Есть только право сильного, то, что завоевали, то теперь наше. А, конечно, они начнут войну с НАТО, потому что им надо захватывать Балтию, там, какие-то Финляндию, я уж не знаю, Польшу, что-то ещё. Поэтому, да, начнут, у меня нет сомнений. Вопрос, кто раньше? Они начнут войну или их устранят? Ну, на ваш взгляд, всё-таки, если говорить о потенциале экономическом, политическом и военном, то есть есть ли у них ресурсы и возможности начать войну с Североатлантическим альянсом, учитывая, что в Украине они не могут продвинуться, там сейчас позиционная война, российская армия застряла, она давно уже не наступает, каким образом они могут воевать с Североатлантическим альянсом, потенциал которого и экономический, и военный там в разы, в десятки раз больше, чем у Российской Федерации? Экономически, да, военный нет, особенно в Европе, потому что второй такой армии, как у Украины, в Европе нет, в Европе. В Америке есть американская армия, тут какие вопросы? Но на территории Европы есть армия Германии, у которой 200 танков. У украинской, ну, никто точно не знает, сколько сейчас, но всяко больше тысячи, а у немецкой 200. По количеству военнослужащих, сейчас находящихся в армии, в Украине это больше миллиона человек сейчас, а, например, в Европе, по-моему, самая большая армия после украинской, это польская, там 200 с чем-то тысяч, по-моему. В армии Латвии, я не знаю, сколько сейчас, но было 10 тысяч. Я вот когда последний раз этим интересовался. Сколько там в армии Финляндии, надо посмотреть. То есть такое, да, Россия не справляется с украинской армией, но это самое большое препятствие, самое большое препятствие для россиян в Европе, другого такого нет ничего. И вот дальше вопрос, будет ли Америка вступать в войну полномасштабно, так сказать, перебрасывая сюда сотни тысяч людей, а на самом деле миллионы, скорее всего, понадобятся, чтобы на этом фланге остановить россиян, понадобилось миллион триста уже, и понадобится еще, потому что объявлена новая мобилизация. Готовы ли Европа мобилизовать полтора там миллиона человек и выставить их на фронт в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Финляндии? Пока это только начинаются разговоры о том, что это будет делаться. Пока о чем идет речь, что Швеция перебросит 800 человек, 800 в Латвию, 800. А против них пойдут сотни тысяч, сотни тысяч. Поэтому у России есть все шансы в военном противостоянии пока что. Только если вопрос весь простой, США будут воевать или нет, причем полномасштабно. Полномасштабно это означает, я много раз этот вопрос риторически задавал, но он остается такой же. В день, когда первый российский солдат пересечет границу Финляндии или Латвии, будет ли нанесен сокрушительный удар по Москве, Санкт-Петербургу, другим городам Российской Федерации? Я имею в виду военные объекты, естественно, в этих городах, по военным базам, по Балтийскому флоту, по Северному флоту России. Будет или нет американцами? Если не будет, то Россия может выиграть эту войну. Если будет, то не может. Ники Хелли, которую считают одним из, вероятно, кандидатов от республиканцев на пост президента США, сказала, что сейчас мы тратим 3% от оборонного бюджета на помощь Украине. Если мы не будем тратить эти 3% и дальше, то скоро нам придется тратить весь оборонный бюджет на войну с Россией. И как раз вот у нас Георгий Сатаров был в эфире, он считает, что оттуда пошла эта риторика по поводу того, что может начаться большая война. Вы согласны с этим? И насколько реально, что все-таки Соединенные Штаты войдут уже полномасштабно в эту войну? О чем вы, собственно, говорили, что такой вопрос стоит? Ну какие у вас прогнозы по поводу реализации, скажем так, этого сценария? Значит, нет, разговоры о полномасштабной войне пошли не со слов Ники Хейли, вообще нет, даже близко. Они пошли с различных высказываний Путина, Патрушева, Медведева, Лаврова, Володина. Это я перечислил, по-моему, всех основных руководителей России. Ну там дальше начинается еще какой-то второй ряд, но первый ряд я весь перечислил. Каждый из этих людей планировал и говорил о том, куда будет нанесен россиянами ядерный удар. Он называл страны НАТО. Каждый из этих людей говорил об завоевательных планах Российской Федерации. Ну плюс Путин, да, я не помню, упомянул я его или нет. Вот с этого и пошла, естественно, речь. Но когда люди прямо говорят, что они собираются оккупировать страны НАТО и страны Балтии, то почему мы не должны им верить? Почему? Совершенно я не понимаю. Когда, как говорил один умный человек, когда тиран что-то говорит, он именно это и имеет в виду. Он прямо именно это и имеет в виду. Почему мы должны думать что-то другое, что он там что-то другое подразумевает? С чего? Потом мы скажем, что нас не предупреждали, так нас предупреждали. Вот это что касается того, с чего это пошло. А вот дальше, как вы говорите, начнет ли там Америка, тут не только в Америке вопрос, кто вообще начнет и кто впишется. Вот сейчас перед каждым лидером западным, причем как перед действующими, так и перед теми, кто, возможно, придет к власти, в США, например. В Германии, кстати, может смениться ведь канцлер в ближайшие месяцы прямо, потому что у них идут разговоры о замене Шольца на Писториуса. В Англии с вероятностью 90 с лишним процентов в этом году будет новый премьер-министр, потому что будут выборы парламентские, и Сунак, скорее всего, их проиграет. То есть у нас есть и те лидеры, которые сейчас, и те, которые придут. И у каждого из них есть простой выбор. На самом деле, я подумал, выбор настолько простой, что это просто страшно становится. Выбор между двумя буквами «Ч», как ни странно. Ты либо Чемберлен, либо Черчилль. Вот прям все, другого выхода у тебя нет. Если ты лидер, я сейчас не про президента Латвии говорю, потому что от него он декларативно как бы может что-то сделать, но понятно, что физических ресурсов-то у него нет. А страны с ресурсом это вот Германия, Англия, Франция, США. Ну, по большому счету и все на этом. И вот от этих стран, в руках этих стран, будущее цивилизации. Будущее цивилизации. Они могут повести себя, как Чемберлен, сказать, я привез вам мир, подписав с Путиным все, что угодно, что не будет стоить ничего. И дальше они войдут в историю как пораженцы, те, кто сдал сначала какие-то страны, там, Украину, Балтию, Польшу, они могут сдать, не знаю, Беларусь. А потом уже, и только потом был вынужден вести полномасштабную войну. Либо как Черчилль, которые сразу скажут, нет, 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 мы сейчас, мы сейчас уничтожим вас. Сейчас за вашу эту войну, а не в ожидании какой-то следующей. Вот простой сейчас выбор. Ну, как простой? Простой в смысле, что он бинарный, но не простой в смысле, что его просто сделать. Это террористическое государство. Они сами, собственно, себя вводят в это качество. Варшава, как утверждает замминистра иностранных дел Анджей Шейна, открыта для помощи Германии в защите Польши от русских. Продолжение следует...